Всем добрый вечер еще раз. Меня зовут Сергей, и я очень рад, что я могу сегодня с вами пообщаться на тему соцсетей. И я подготовил несколько слайдов, и хочу вам, в принципе, донести определенный свой опыт. Сегодня мы поговорим о SMM и личный бренд. SMM — это Social Media Marketing. Для многих это непонятная аббревиатура. Ну, то есть, грубо говоря, соцсети. Ну, так, очень упрощенно. Что я наблюдаю среди партнеров? Почему, в принципе, я инициировал этот позвон? Вебинаром, наверное, сложно назвать. Потому что я вижу у многих партнеров очень много таких типичных ошибок. Сразу скажу, что в рамках вот такой вот встречи мы не сможем разобрать прям все досконально, потому что здесь, в этом чате, да, у нас, в этом созвоне, в этой встрече, есть люди абсолютно с разным уровнем, скажем так, в интернете, да? Есть люди, которые продвинутые, у которых есть уже тоже результаты в бизнесе в интернете. Есть люди, которым очень тяжело будет, скажем так, понять. Поэтому я постараюсь простыми словами не углубляться в какую-то, ну, тематику конкретную, но постараюсь рассказать. Вот, кто зашел, Марина, выключай свой микрофон, потом у нас будет вопрос-ответ, и мы сможем пообщаться. Итак, что на сегодняшний день вообще работает в интернете, да, какие каналы продаж? Ну, все, наверное, знают, да, что помимо соцсетей есть еще очень много других каналов. Видео. Видео сейчас очень круто работает. Работает это почему? Потому что все-таки самое главное, что в интернете страдает, это доверие, а видео очень здорово... Марина, можно же отключить... А, я тебя сам отключу. Вот так сделаю. Пошли. Видео очень здорово создают доверие, да, и люди, которые смотрят видеоролики, все-таки они больше доверяют, чем те люди, которые просто видят какие-то картины и тем более тексты. Да. Ребят, можно попросить вас, отключите микрофон, у вас внизу есть такой микрофончик, да, вам нужно на него нажать, и вы выключите звук, потому что шумы лишние, они немножко мешают. Если вы захотите что-то сказать, включайте микрофон и говорите. Если при этом вы еще включите камеру, это будет вообще супер. Потому что все-таки, когда видишь человека, это намного приятнее. Имейл-маркетинг, да, я думаю, слышали много, многие об этом. Раньше это действительно неплохо работало, а сейчас имейл-маркетинг практически полностью вытеснили месседжеры с разными чат-ботами и так далее. Сегодня мы не будем углубляться в эту тему, но все же имейл-маркетинг работает. Что здесь имеется в виду? Когда вы можете создать серию писем, есть специальные сервисы, которые рассылают эту серию писем. Допустим, человек дает разрешение на подписку, то есть это может быть какой-то лендинг-пейдж, одностраничный сайт, или это может быть какого-то другого места. Вы можете даже ссылку скинуть человеку. Человек добровольно подписывается на рассылку, соглашается, что ему будут присылать письма. И вы каждый день или там впереди, через несколько дней, человек получает письма от вас, которые вы заранее заготовили. И в этих письмах вы можете постепенно, постепенно, скажем так, войти в доверие человеку и продать то, что вам нужно. Продать в кавычках, потому что у нас здесь может быть или продукт, или бизнес, или что-то еще, могут быть разные цели. Контекстная реклама. Вот здесь вот есть Яндекс.Директ, Гугл, Эдворд. Контекстная реклама – это такая штука недешевая, особенно если в ней не разбираешься, очень много денег можно слить. Поэтому мы сюда не будем углубляться. Я просто такой обзор сделаю и блоги. Сейчас блоги также, соцсети, в принципе, заменяют практически полностью ваши блоги. Блоги – это когда вы ведете определенный сайт, вы на нем пишете регулярно, пишете какие-то о себе, какие-то новости. Вы можете писать о компании своей и так далее. Как правило, это все взаимосвязано. Если вы работаете в интернете, у вас есть и свой блог, и YouTube-канал с видеороликами, и соцсети. Если у вас есть деньги, вы готовы в это инвестировать, вы даете контекстную рекламу, у вас есть еще email-маркетинг, и у вас также есть в мессенджерах, у вас есть свои группы, свои каналы, может быть, чат-бот настроен и так далее. Если кто-то слышит какие-то непонятные слова, не обращайте внимания, я делаю такой короткий обзор. Сегодня конкретно мы будем говорить о соцсетях, потому что соцсети сейчас вобрали в себя практически все, что здесь есть. Поэтому достаточно абсолютно, если вы присутствуете в соцсетях. Опять же, каждый для себя обычно выбирает соцсеть, которая ему более удобна. Думаю, ни для кого не секрет, допустим, что Instagram – это более такая, считается, молодежная сеть. Она предназначена больше для девочек, 70% аудитории – это девочки и женщины, и молодые девочки в основном. Она как бы классно работает для продажи каких-то товаров, которые можно сфотографировать, которые яркие. В нашем случае это действительно работает. Если бы продавали, допустим, цемент или какие-то, не знаю, услуги риэлторские, ну как-то тяжелее себя продвигать в Instagram, потому что тяжело. Хотя это тоже делают. Facebook – это более взрослая, более осознанная аудитория. Там присутствует эта самая большая соцсеть. И сейчас, так как в Украине заблокировали ВКонтакте, да, можно, конечно, им пользоваться. VPN для этого есть и другие сервисы. Но суть в том, что мы сегодня не будем особо касаться ВКонтакте. Мы будем в основном говорить о Facebook, о Instagram и немножко о YouTube. На самом деле принципы везде одинаковые. Принципы в соцсетях везде одинаковые, есть свои нюансы. Допустим, если это Instagram, и должна быть яркая фотография, а текст – это уже второстепенно. То есть текст важен, но не настолько важен, как фотография. Если вы в Facebook, конечно, важнее текст. И люди все-таки там читают. И размеры текстов в Facebook иногда больше. Instagram не позволяет так редактировать текст, как в Facebook и так далее. В Instagram есть ограничения на видео в размере 1 минута, да, в Facebook такого ограничения нет. Есть тоже свои нюансы в YouTube, но YouTube сейчас очень здорово набирает обороты. Поэтому, друзья, у нас с YouTube приходят люди ко мне, к Вике, потому что у нас есть каналы, которые мы регулярно туда видео заливаем. И тоже есть свои нюансы, как правильно выложить YouTube-видео, да, как правило, его заполнить, какую картинку поставить, как сделать так, чтобы на него кликали и так далее. Но опять сегодня, я повторюсь, я не углубляюсь. Я такие вам основные принципы дам. Еще раз повторю, я сейчас не вижу чат, поэтому если кто-то пишет, я этого не вижу. Если у вас есть вопросы, вы можете включать микрофон и задавать его, хорошо? Я буду делать паузы. Для кого вообще работает интернет? Вы знаете, мы встречали неоднократно, когда приходит человек и сам обращается. Ну, согласитесь, это приятно, когда к вам звонит человек, а не вы за ним бегаете, да? Когда вы пытаетесь там написать список, звонить людям, они от вас потом шарахаются, они убегают. Это не очень приятно. И все хотят, очень много в интернете есть таких, знаете, тренеров, которые предлагают курсы разные. Зачастую они являются просто теоретиками, и они все транслируют следующий примерно сценарий. Вы настройте все на автомате, вы будете лежать курить бамбук или пить с кокосом, вам будут партнеры прям сыпаться заявки на имейл или ватсап, и партнеры будут прям проситься к вам в команду. На самом деле, такого не будет. Да, это картинка такая для продажи, да? Это, знаете, как анекдот. Расскажу вам анекдот немножко, чтобы произведить обстановку. Человек попадает, умирает и попадает в, как этот, архангел, по-моему, да? Кто распределяет, тебя в ад или в рай. И вот как-то он такую серую жизнь прожил и спрашивает, слушай, а как вообще там в аду? Можно заглянуть вообще? Он говорит, ну ты знаешь, вот у тебя такая жизнь, что я, в принципе, не могу сказать. Ты вроде как сильно не грешил, поэтому или туда, или туда не могу. Давай для тебя сделаю исключение, я тебя пущу туда буквально на пару минут. Одним глазком посмотреть. Хорошо. Спускается он в ад и видит там вечеринки, музыка, голые девочки, разврат, алкоголь. Ну, короче, полный беспредел. Ему это нравится. И он думает, я всю жизнь прожил, я этого как-то не испытал. Прикольно тут. Говорит, окей, давай тогда посмотрим в рай. Он заглядывает в раю, а там все тихо, размеренно. Все сидят на скамеечках, читают книжечки. Кто-то там общается тихонько. Он подумал, какая скукота, пойду лучше в ад. И он говорит, давай мне в ад. Ну, и тут сразу же открываются врата ада, его бросают в котел. Черти ему вгоняют в задницу вилы, начинают его варить в котле со смолой. Он кричит, орет. Говорит, слушай, а что же это творится? Где же выпивка? Где девочки? Где дискотека? Я же такое видел. Они говорят, слушай, это была презентация. Вот, собственно, я к чему. К тому, что очень часто люди хотят продать, и поэтому предлагают такие вот красивые, красивые, ну, скажем так, картинки. На самом деле, какова реальность? Если у вас нет результата, очень много людей могут от вас уходить. Куда они пойдут? Интернет, вы знаете, в интернете есть свои плюсы, есть свои минусы. Да, огромный минус в интернете, что вы можете общаться с человеком, дать ему информацию, но он на расстоянии одного клика с любым лидером вашей компании. И очень часто люди приходят ко мне, а услышали информацию, а не от кого-то другого. Поэтому первым делом я спрашиваю, откуда, кто вам первый дал информацию о нашем проекте, да, о нашей возможности. Конечно, сейчас уже большинство людей понимает, что нет смысла пиарить свою компанию, да. Нужно пиарить себя, нужно выстраивать так называемый личный бренд. Я думаю, многие из вас слышали про личный бренд, поэтому это, конечно, здорово, но есть несколько каналов соприкосновения с вашей аудиторией. Поэтому, если у вас нет результата, если у вас нет опыта в соцсетях, если для вас это очень тяжело, мой вам совет, друзья, у нас есть классная система, у нас есть суперская система и классные спонсоры, которые в этом деле здорово разбираются. И ваша задача будет после этого тренинга сделать несколько простых шагов, сделать ваши соцсети в виде визитки, просто оформить такие виды визитки, чтобы вы там присутствовали. Ну и, можно сказать, сильно не заморачиваться, да, использовать нашу систему Наллигатор Дуэллайф. Там пошагово, четко все расписано, что и как нужно делать. И это проверено годами, это дублицируемо, и я могу вам показать даже, какое количество товарооборота делается как раз онлайн и офлайн. Не буду сейчас заходить на этот сайт, чтобы не тратить время, но кому интересно, я сброшу вам ссылки, только 7% оборота всех сетевых компаний и компаний прямых продаж делаются в интернете, да, а все остальное делается все-таки офлайн. Поэтому, как бы это красиво не звучало, те люди, которые работают в интернете, они прекрасно понимают, насколько это непросто, насколько больше времени это занимает. Согласитесь, намного сложнее продать в интернете, чем вживую. Если вы знаете принципы, если вы знаете принципы продажи, неважно, продукт или бизнес, да, то вам проще в интернете. Поэтому намного проще людям, которые прошли школу офлайн, вживую, да, которые делали холодные звонки, которые делали холодные контакты, встречи, презентации, которые умеют выступать публично, им намного проще сделать бизнес в интернете, чем тем людям, которые новички абсолютно, и они начинают с интернета. Поэтому я считаю, что любой человек должен пройти, как бы, школу офлайн. Офлайн-школа – это всегда полезно. Начну с ошибок. Какие ошибки я видел у партнеров? Очень много кричащих фраз. Ну, типа, кто хочет машину, плюс классный доход, научу зарабатывать тысячу долларов уже через год или через месяц, да, при том, что сам человек, ну, как бы, не зарабатывает даже десятую часть этого, да. Если у вас на страничке очень много фотографий продуктов, фотографий машин, компаний и так далее, это ошибка. Если у вас, вы везде там делаете разные там репосты с разных групп, доу-лайф и так далее, это тоже ошибка. Репосты – это отдельная тема, я сейчас эту тему затрону. Если вы на аватарке там с машиной доу-лайф или где-то на каком-то событии, какую аватарку нужно ставить, я тоже об этом скажу. У вас на страничке ссылки, да, то есть ссылки на другие сайты, на другие странички, да, у меня тут еще, я оставил старое СЛР, с доу-лайф, ну, то есть компания, с которой вы сотрудничаете. Вы делаете репосты, скидываете ссылки на презентации, ну, короче, и так далее. Ну, то есть, я думаю, все поняли. Основные этапы, основные этапы работы в интернете, да, в принципе, они базовые. Четыре этапа. Первое. Создание трафика. Если у вас на страничке нет людей, что бы вы ни делали, как бы вы классно ни писали, не будет выхлопа, да, то есть это банально вот эта воронка продаж. Второе. Выявление интереса, да, то есть если ваши люди, которые посещают вашу страничку, они будут интересоваться, да, вы можете у них спросить, они могут пассивно вам написать, если вы делаете призыв действия в своих постах, но быстрее будет, конечно, если вы сами будете выявлять интерес. Третье. Презентация бизнеса или продукта их бизнесом. То есть вы должны все-таки людям как-то показать, да, потому что я сейчас со многими общаюсь, и некоторые люди думают, что я занимаюсь тренингами, кто-то думает, что я в какой-то финансовой непонятной структуре, кто-то думает, что я страховки продаю, хотя никогда этим не занимался и так далее. Четвертое. Это разговор перед стартом, да, то есть это так называемая повторная встреча. Вот сейчас я подробно разберу каждый из этих пунктов. Но, опять же, сейчас скажу вам, что это как бы не является каким-то единым, вот самым там правильным направлением. Это общие такие рекомендации, которые я могу дать со своего опыта. Первое – создание трафика. И здесь самое базовое – нужно создать страничку в правильном деловом стиле, да. И перед тем, как создавать страничку, нужно понять, кто ваша целевая аудитория. Очень много есть методик, как определить вашу целевую аудиторию, но самая простая – такой принцип отзеркаливания, то есть если я бармен, если я, допустим, папа маленького ребенка, да, я муж, живу в городе, да, в миллионнике, то самое простое, конечно, моя целевая аудитория примерно такая же, да, то есть примерно такого же возраста, примерно с такими же интересами, то есть где этих людей найти, да, что им писать, какую боль, да, они испытывают, что я, чем могу зацепить, мне намного проще, поэтому страничку я оформляю, вот как раз исходя из своей целевой аудитории. Вот, второе – правильно регулярно заполнять, то есть писать на страничке. Это касается людей, которые хотят трафик, хотят работать в интернете, и сразу скажу, что это на перспективу, да, не будет результата, скорее всего, быстро. Какую информацию давать, как писать, какие посты? Сегодня я сейчас это немножко затрону, но это отдельный тренинг, это требует отдельных, ну, скажем так, инвестиций времени, иногда денег, да, есть очень много тренингов, и эта информация постоянно меняется. Если вы были год назад на тренинге, то сейчас уже совсем другая информация, поэтому я и говорю вам общие принципы, да. Писатели о компании, да, очень много людей там на страничку зайдешь, у них куча фотографий о компании, о себе там ничего толком они не пишут. Это большая ошибка, не нужно этого делать. Я чуть позже расскажу вам примерно, какую должна быть тематика, как писать. Регулярно добавляйте ли в аудиторию, да, то есть первым делом, что нужно сделать, это чтобы у вас на страничке были люди. Если у вас 30 контактов, 30 друзей, то, ну, тут как бы нечем гордиться. Иногда люди гордятся. Вот я почистил друзей, вот осталось всего лишь 50 тех, с кем я общаюсь. Друзья, это тот же ваш список. Если у вас в Фейсбуке 5000 друзей, это значит, вы уже, знаете, вот тут как свой маркетинг-план. Можно сказать, вы уже бриллиант, да, несмотря на то, что как бы у вас еще нет результата, но это ваши потенциальные люди. Да, Фейсбук не показывает ваши посты всем. Да, люди этим потенциально могут и, в принципе, не заинтересоваться, не увидеть, но вы можете с ними коммуницировать. У кого-то есть вопрос, да, судя по звуку или нет? Поехали дальше. Выявление интереса, да, вот здесь как раз ваша целевая аудитория. Вот прям запишите себе, прям задание вам хочу дать, запишите себе, отпишите своего идеального кандидата в бизнес, да. Если вы хотите продавать продукт, идеального кандидата по продукту, да, покупателя. Сколько ему лет, какие у него интересы, да, какие у него проблемы, где он живет, где он может коммуницировать, в каких группах, с кем, по интересам, какие-то сообщества, да, с какими людьми он может дружить, да, друзья друзей и так далее. Это очень важно. И если вы напишите хотя бы пунктов 20, это будет уже, вам будет намного проще понимать вашу аудиторию и понимать, что писать, да. И ваши люди будут... Лайфом. Вам намного проще будет с ними коммуницировать. Маша, Ида, Романович, Ида. Так, Таня, я тебя отключаю, потому что что-то тут лишний звук. Настраиваем, ведем страничку под свою аудиторию, да. Сколько постить, да. Вы знаете, я сейчас многих напугаю, но если вы только раскручиваетесь, вам нужно писать минимум один пост в день, а лучше три. Если посмотреть на каких-то блогеров продвинутых, они пишут по 10-15 постов в день. Это отдельная работа, это серьезная работа на самом деле, да. Но если вы хотите, чтобы ваша страничка выросла, да, то есть количество людей, интерес, посещаемость, вам нужно один пост в день писать. Это непросто. Я это пробовал делать, но когда я это делал регулярно, у меня количество подписчиков росло как в Инстаграме, так и в Фейсбуке. Поэтому, друзья, выбираем, ну, какое-то время оптимальное. Если вы готовы писать три поста в неделю, пишите. Если вы делаете репосты с Инстаграма в Фейсбук, я так делаю в основном, это не лучшее решение, потому что аудитория Инстаграма и аудитория Фейсбука, они разные, да, как вы уже поняли. Но это как бы минимум то, что нужно делать. И один видеоролик в YouTube. Если у вас еще нет канала ни на YouTube, друзья, заведите, потому что с YouTube очень хорошая конверсия, да, много людей приходит. Как минимум выложите туда ролики, на которые вы скидываете ссылки. Да, это не очень хорошо, потому что YouTube вообще, соцсети все, так же, как и Google, они любят, ну, какой-то свой контент, да, не универсальный, а уникальный, да. Да, если вы своруете видео и выложите, это YouTube не понравится, но это лучше, чем ничего, поэтому заведите свой YouTube канал и выложите хотя бы туда два ролика, да, один о продуктах, один о бизнесе, если вы скидываете людям эту информацию. Лучше записать свои ролики, да, то есть записывать свои ролики, это очень-очень круто. Вот. Не бойтесь, это практика, да, то же самое, как писать пост какой-то, нужно практиковаться, это не так просто, но когда вы начнете это делать, вы поймете, что вы руку набиваете. Ежедневно высылаем заявки в друзья, да, здесь есть, ну, определенные тоже, в каждой соцсети есть определенные рекомендации, допустим, если вы в Facebook, вы находите свою целевую аудиторию, это могут быть друзья друзей, если вы поняли, что ваша целевая аудитория, допустим, вы сетевики, допустим, вы сетевик с опытом, здесь у нас в чате такие есть, вы понимаете, что ваша целевая аудитория сетевики. вы находите людей, лидеров мнений, да, в этом плане, вы какие-то сетевиков находите, вы находите какие-то группы, да, где они ходят, вы добавляете друзей, перед тем, как добавить друзей, ставите несколько лайков, может, какой-то комментарий пишите, ну, не от фонаря, а какой-то тематический. Комментарии – это отдельная тема, они тоже привлекают людей и подписчиков на вашу страничку. Если вы будете высылать в день, я раньше это делал, если вы будете высылать в день хотя бы, ну, там, по 20-30 заявок людям, какая-то часть будет принимать, то через полгода у вас уже будет большое количество людей и подписчиков, и дальше вам не нужно будет этого делать, и они будут сами добавляться. Сейчас у меня больше, ну, 5 тысяч друзей в Facebook, я время от времени почищаю, там, оставляю место для 40-50, ну, и там, тысячу с чем-то подписчиков, то есть они постоянно добавляются, да, поэтому время от времени я там удаляю каких-то людей неактивных, чтобы освободить место. Я хочу вам показать, показать на примере своей странички, да, чтобы это было более понятно, чтобы вы пообщались, ну, помимо слайдов, более, ну, близко. Я не претендую на идеальную страничку, честно вам скажу, но я хочу вам объяснить, ну, основные принципы. Первое, что вы должны сделать, это ваша аватарка. Ваша аватарка, она должна быть, ну, она должна характеризовать этого человека. Если вы решили, что вы предприниматель, и вы предлагаете бизнес, да, таких большинство, я надеюсь, ваша аватарка должна быть какая-то деловая. То есть это не футболки, там, какой-то с пивом, да, ну, я думаю, все понимают, не какая-то в толпе, где-то далеко. Желательно, чтобы это была, ну, такая портретная фотография. То есть у меня здесь не лучшая фотография, потому что я, как бы, это не совсем портретная. Но с другой стороны, здесь видно, что я выступаю где-то на аудиторию. То есть это меня продает как какого-то эксперта. Что касается вот этого вот обложка, да, вот здесь у меня, вы видите, моя жена с ребенком и с вертолетом, но это, можно сказать, упрощенно, это как бы баннер, на котором вы можете что-то написать. То есть, короче, это ваш рекламный баннер. Вот что хотите, туда размещайте. Ну, это то, что первое бросается людям. То есть, если вы, допустим, возьмете фотографию и напишите на этой фотографии, что нет опять звука. Друзья, есть звук? Скажите, кто не был. Да, я хорошо слышу. Так, есть? Да, я тоже. Хорошо, может, попробуйте перезайти, если у кого-то нет звука. А, это, наверное, было прошлое. Все, есть. Отлично. Друзья, то есть, первым делом, ваш аватар. Вторым делом, ваша обложка, то есть, в идеале, конечно, чтобы вы на этой обложке развестили какой-то свое, ну, может, призыв к действию, может быть, свою какую-то деятельность, да. У меня, ну, я хочу поменять, но как бы руки не доходят. То же самое касается YouTube, да, вы можете в YouTube, там тоже есть шапка. Ну, в Instagram там как бы только аватарка, но аватарка тоже очень важна. Наверное, самое важное, сейчас я, если я тут залогинен, я вам попробую показать и, в Instagram. Не помню, я здесь залогинен или нет. Наверное, нет. А, продолжить тут Сергей Мартынец. Да, может, здесь не так отображается, как нужно, но как бы в Instagram нужно, чтобы крупным был ваш ваш аватар. Вот здесь у вас есть очень мало, на самом деле, строчек, чтобы написать какую-то информацию. Поэтому, здесь, я не даю вам какие-то шаблоны, здесь нужно, чтобы вы сами решили, что, чем вы можете зацепить. Да, и можно экспериментировать, что может лучше срабатывать. Вот сейчас сюда можно хэштеги ставить, допустим, хэштег «Dualife» я сюда поставил. Важно, вот это ваше имя, когда вы регистрируетесь, вы его выводите, оно работает в поиске, то есть оно хэшируется, и ваше имя вот здесь. Поэтому у меня здесь ключевое слово «Dualife», по которому меня ищут. Здесь оно есть, в описании оно есть, и в идеале, если бы оно еще здесь было, да, если бы я был Сергей Мартанец «Dualife». Опять же, это для людей, которые ищут «Dualife», но нужно понимать, что сейчас «Dualife» мало кто ищет, потому что «Dualife» пока очень, ну, скажем так, мало раскручен. И запросов по слову «Dualife» сейчас в Гугле там около ста в месяц, это очень мало. Если взять, допустим, там «MV» это намного больше, а если взять «Похудеть», то это просто там тысячи. О чем это говорит? О том, что по запросу «Похудеть» намного эффективнее можно построить бизнес, да, а у нас есть продукты для похудения. Ну, и так далее. На самом деле, вот эту надпись, вот эту надпись, вы можете написать, ну, если я коснулся Инстаграма, окей, тут есть у нас только одна ссылка, которую вы можете поставить, активная. Вы можете не писать в Инстаграме… Сейчас, извините. Вы можете не писать в Инстаграме… Сейчас, она подтормаживает. Когда вы пишете пост какой-то в Инстаграме, не пишите туда ссылки, да, это не… Оно не работает. Ссылки неактивные. Поэтому есть единственное место, куда можно поставить ссылку, это… вот описание, да. Вот, как бы, вы поняли, да, что мне нужно поменять здесь картинку, баннер, который я никак не могу сменить. Суть в чем? Суть в том, что даже в YouTube-канале вы можете… Это отдельная тема. Не хочу, не говорил, не буду углубляться, а все-таки углубился. В YouTube-канале очень важно хэштеги прописывать, важны картинки, потому что большинство людей приходит из похожих видео. Если посмотреть на статистику, то большинство людей приходит из похожих видео, поэтому цепляющие… Вот посмотрите, да, здесь больше просмотров, больше всего на этом ролике. Я думаю, вы понимаете, почему, да, потому что Виктория в таком виде, как бы, привлекающая. Поэтому это интересно. Опять же, принципы везде одинаковые. Везде одинаковые. И сейчас, как бы, я продолжу. Идея в том, что в Facebook-ке у вас то же самое. Вы можете вот здесь написать. Если у вас нет каких-то результатов по бизнесу, конечно, да, не стоит писать там, ну, что-то такое прям вызывающее. Но хочу вам сказать, что большинство из нас, мы по природе, ну, мы скромные. Нас так учили, да. Я думаю, многих учили. По крайней мере, у меня… Я вырос в селе, и у меня было так, знаете, когда я приходил в гости, и я, допустим, был голоден, а мне говорили, ну, хочешь там, возьми конфету. Я ее очень хотел, но мне так… меня так приучили, что нужно сказать, нет, спасибо, я не голоден. Я не знаю, почему, но так вот, ну, было такое воспитание. И вот эта скромность, она нам очень часто мешает, особенно в интернете. Друзья, в интернете есть три уровня маркетинга. Первый – это когда вы хвалите сами себя. Ну, то есть вы хвастаетесь по большому счету, да, ну, так, грубо говоря. Второй уровень – когда вас хвалят ваши клиенты. это считается, это считается, что вы уже как бы достигли очень хороших результатов, если клиенты вас хвалят. Но третий уровень, когда вас хвалят даже ваши конкуренты, это значит, что вы стали уже, ну, как бы профессионалом, мега-профи, и вас уже знают в вашей индустрии, вы считаетесь лучше. Но самое печальное, что у большинства людей нет даже первого уровня. Мы даже сами себя похвалить не можем. Поэтому, друзья, убираем скромность, хвалим себя. В меру, но научитесь себя продавать, да, это очень важно. Поэтому, если вы уж вышли в соцсети, убираем скромность, да, люди не хотят, люди не подписываются на каких-то серых людей, да, на скромных людей. Раз уж я эту тему затронул, прямые эфиры, да, прямые эфиры в шесть раз больше получают охвата, чем просто видеоролик. Если вы в YouTube загрузите видеоролик, намного меньше он получит охвата. А если вы дадите ссылку на YouTube, Facebook, да, это конкурирующие две фирмы, Facebook минимум будет показывать ваш ролик. Поэтому запомните, прямые эфиры, сейчас это тренд, и учитесь это делать. Хотя бы раз в неделю выходить прямой эфир. Найдите какую-то тему, важно при прямом эфире. Первое, чтобы у вас было хорошее видео, хороший свет. Это касается, в принципе, любых видео и фото, да. Не важно, какая у вас камера, ну не так важно, важно какой свет. Если у вас хороший свет, у вас будет хорошая картинка. Второе, важен звук. Если у вас шумы, где-то ветер, машины ездят, это очень плохо. Найдите место, где будет тишина, а еще лучше купите себе петличный микрофон. Вот такой петличный микрофон я купил за 80 гривен на озерке. Ребят, он решает множество проблем. Сейчас я говорю не с него, потому что там, ну, он закрывает микрофон, я вас не буду слышать. Но сам факт, что видеоролики пишите с петличным микрофоном, эфиры просто супер. Это стоит копейки, но многие люди почему-то этого не делают. Если будет хороший звук, вас будут смотреть. Эфир лучше делать, ну, в такое время, допустим, в 7-8 вечера, когда люди к вам заходят. В идеале эфир делать, ну, не короткий, не 5 минут, да, минут 30-40 и давать какую-то пользу. И в начале эфира сказать, о чем эфир. Это касается и любых роликов, когда вы в первые секунды говорите что-то цепляющее. Например, сейчас ты узнаешь, как построить бизнес там за 2 года, да, или какую-то боль человека, да, делаешь звонки, никто тебе не приходит навстречу, сейчас я расскажу, как этого избавиться. И потом говорите, привет, меня зовут Сергей, я в этом видео расскажу вам, что и так далее. То есть вы буквально за первые 2 секунды человека зацепили. То же самое и в прямом эфире. Много есть тем для обсуждения. Я возвращаюсь к своим слайдам, да, потому что я немножко ушел в другую тему. Итак, выявление интереса, да, то есть мы ежедневно обращаемся к своей целевой аудитории. Опять же, вы можете этого не делать. Если вы просто пишете посты правильно, к вам люди будут сами обращаться, но если вы хотите ускорить, то желательно писать людям. Например, кому писать? Вы написали какой-то пост и люди лайкнули. Ну, в этом посте вы, например, написали какую-то, не знаю, там, боль человека. Если вы пишете для сетевиков, например, да, и вы пишете какую-то историю. Я, допустим, был там в какой-то компании, с таким-то продуктом, работал, не получалось. Пришел то-то-то-то-то и видите, что кто-то лайкнул. То есть, вы можете к человеку зайти на страничку, вы можете ему просто лайкнуть и пока ничего не писать. Затем, через пару дней, если он еще что-то лайкнет, вы можете зайти к нему и уже что-то написать. Ну, например, я вижу, вы лайкнули такую-то тему, вам, наверное, это актуально. То есть, завести разговор, не нужно писать в личку какие-то, знаете, сразу же ссылки, предложения и так далее. Поэтому, да, люди любят что-то советовать, можно задавать вопросы, можно спрашивать советы, то есть, вы должны коммуницировать с людьми. Я вам в самом начале сказал, что это занимает много времени, друзья, это намного больше времени занимает, чем классическая работа, я имею в виду список, звонок, встреча. Реально это много времени занимает, поэтому здесь важно планирование, да, и очень много людей уходит в соцсети и отвлекаются на другие какие-то вещи. Они зашли в Фейсбук, потом увидели какой-то видеоролик, начали его смотреть и все, два часа ушло, они толком ничего не сделали. Поэтому это для людей с дисциплиной, которые действительно хотят каких-то результатов, вы, допустим, выделяете час времени на соцсети, все, вы ничем не занимаетесь, у вас есть четкий план. Например, написать один пост, написать несколько комментариев в каких-то сообществах, где ваша целевая аудитория. Комментарии могут быть компрометирующими, могут быть с каким-то своим мнением, могут быть какие-то юморные или с вопросами. Это вызывает интерес и люди переходят с этого сообщества на вашу страничку. Если она правильно оформлена, то люди к вам подписываются. Потом, что может быть еще? Stories. Да, Stories — это отдельная тема, они есть сейчас в принципе практически везде. В Stories выкладываем свой, ну, скажем так, то, что вы не выкладываете свой пост. Stories изначально предназначалось для того, чтобы показать свою жизнь, да, то есть показать, я, допустим, вот сегодня пью такую водичку. Прикольно. Об этом пост писать смысла нет, а в Stories положили, да. Люди как бы наблюдают за вами, но через 24 часа эта информация уходит. Поэтому аудитория, я заметил, добавляется активнее в Инстаграме и в Фейсбук, если вы какие-то Stories постоянно выкладываете. Каждые 24 часа что-то выкладываете. Вы приехали на события, записали там 15 секунд Stories, да, или фотографии. вы там провели встречу с человеком, сделали вместе фото, выложили, да. То есть это навык, этому надо учиться и не нужно скромничать. Да, конечно, желательно качественно это делать. Это приходит со временем, но этому нужно учиться. Так, поехали дальше, то я тут что-то задержался. Но спам, без спама. Что такое спам? Кому интересно, почитайте википедии, да, насчет консервов в Америке и так далее. Вот, я сформулирую на сегодняшний день спам это то, что та информация, которую вас не просили. Если вы пишете в комментариях человеку и даете какую-то ссылку, это спам. Если вы пишете в личку человеку и даете ему информацию, которую, в принципе, он вам не просил, это тоже спам. Поэтому в соцсети это как бы коммуникация, тут есть определенные свои ну, как бы законы, нормы, поэтому их со временем нужно узнавать. Это не так быстро, да, и поэтому как бы за спам вас забанят, да, то есть вашу соцсеть могут закрыть. Если вы добавляетесь в друзья очень много, а у вас молодая страничка в фейсбуке, допустим, да, вас могут тоже закрыть. В инстаграме есть такое понятие, как масс-фолловинг, который раньше хорошо работал, сейчас практически не работает. Когда вы подписываетесь на большое количество людей с вашей целевой аудиторией, какая-то часть, процентов 10, обратно подписывается на вас, а потом вы от них отписываетесь, тех, кто не подписался на вас. Таким образом, вы можете набить большое количество людей, и сейчас захожу в инстаграм, есть, бывают такие аккаунты, когда там 50 тысяч подписчиков, я захожу в пост, я вижу там 200 лайков, я понимаю, что это накрученные подписчики, потому что не бывает так. Бывает даже, сейчас умудряются накрутить и лайки, но стоит посмотреть какие-то фотки раньше, и вы видите, что там практически нет просмотра, нет комментариев, поэтому, ну, если делать все органически, как правило, вас не будет такого большого количества. Поэтому постарайтесь не спамить. Давайте, я вам сейчас дам, как нужно давать информацию человеку, да, один из вариантов, это только один из вариантов, да, но если вы формируете свой личный бренд, то есть вы создаете контент, полезный там для своей целевой аудитории, вы становитесь узнаваемым, сначала узнаваемый для своих друзей, потом для друзей-трузей, и потом, в принципе, вы становитесь узнаваемым в своей, ну, скажем так, ниши. И это очень здорово, вас начинают приглашать как лидера мнения, приглашать и с вами советоваться. Как писать в соцсетях? Можете себя законспектировать. Первое и самое главное, это заголовок. Это то первое, что человек видит. Вы можете его выделить, вы можете его написать большими буквами. Заголовок, который цепляет, цепляет вашу целевую аудиторию, который цепляет какую-то боль. Вы, допустим, написали там, не знаю, о чем вы написали, ну, написали там о детском сиропе нашем, да, если вы просто напишите детский сироп, санвитал, ну, это такой нецепляющий заголовок, да, а если вы какую-то проблему раскроете, да, ну, например, там, как, очень много информации есть в интернете, как писать заголовки, очень много шаблонов есть и так далее, ну, например, если вы, какую-то боль, боль вашей целевой аудитории, допустим, если у вас целевая аудитория мамочки, у которых есть дети, которые постоянно болеют, вы можете назвать пост, например, так, я сейчас с головы, что, типа, что я, продукт, который позволил моему ребенку не пропускать в садик, да, или продукт, благодаря которому мы перестали ходить в аптеку, или, допустим, почему я не хожу в аптеку за детскими лекарствами, да, или, допустим, если убрать аптеку, от этого сиропчика мой ребенок там кайфует, или что-то такое, что человека может зацепить, ему станет интересно, поэтому, если вы заголовок удачный напишите, это уже 50% вашего успеха, это очень важно, что-то компрометирующее, что-то такое, любят люди, когда там есть цифры, например, 7 пунктов, почему я выбрал вот такой сироп SunVital, да, или, допустим, 3 пункта, почему я не рекомендую пить там, допустим, антибиотики, да, при простуде, ну и так далее, выберите свой стиль написания, да, допустим, стиль подписи, там, с уважением Сергей Мартынец, да, или ваш Сергей Ма, или вы там пишите, допустим, как для подружки, вы обращаетесь ко всем на ты, или вы пишите какую-то, постоянно какие-то истории, история это вообще круто, это продает, и вы любите писать историю, то есть пишите в своем стиле, третье, создайте календарь публикации, что это такое, вы можете создать на неделю или на месяц календарь публикации, допустим, в понедельник вы пишете свой какой-то лайфстайл, вторник вы пишете, допустим, там, какой-то шуточный пост, среду вы пишете о каком-то продукте, историю по продукту, да, четверг вы, допустим, пишете что-то полезное, допустим, там, ну, в общем, для вашей целевой аудитории, какой-то там фильм посмотрели, посоветовали, или книгу посоветовали, чтобы люди видели, что вы развиваетесь, в пятницу, допустим, вы пишете какую-то историю по бизнесу, или историю своего партнера, или свою, в субботу, воскресенье, как правило, это такие не очень, вот в воскресенье, особенно это, опять же, это все индивидуально, может быть, для вашей целевой аудитории это хороший день, но в основном, это воскресенье такой день, когда лучше пост не писать, обычно у него меньше охват, вот, ну, тем не менее, вы можете пробовать, в воскресенье, допустим, вы ничего не пишете, в субботу вы можете какой-то развлекающий пост написать, таким образом вы написали и о продукте, и о себе, то есть какой-то лайфстайл, и развитие показали, и какую-то пользу дали, если вы там для предпринимателей, какую-то можете пользу дать для предпринимателей, и так далее, так, если вы пишете текст, я надеюсь вы пишете текст да потому что пост я имею ввиду это текст плюс фотография или текст плюс видеоролик или текст допустим плюс аудио да можно и так сделать и facebook позволяет это сделать есть специальные сервисы типа soundcloud и так далее ну пока не вникает ну 99 процентов постов это фото плюс текст текст разбиваем на абзацы да вставляем туда эмодзи да то есть эти смайлики не нужно их много но иногда они подчеркивают вашу эмоцию иногда не помогает расструктурировать текст по пункту это очень хорошо читается то есть в одном абзаце там буквально два-три предложения если вас кирпич текста никто это не читает пятый фактор очень важный качественные фотографии друзья не используйте фотографии вот эти знаете которые вы берете фотобанках вот как у меня здесь на презентации да вот здесь сидит мужичок и смотрится в телефон не нужно эти фотографии использовать используйте свои фотографии если на фотографии нет вас но в 90 процентов случаев это не лучшая фотография то есть если вы сфотографировали допустим еду да раньше было модно это делать но сделать это как -то качественно вы с едой допустим да у вас есть какая-то эксклюзивная еда каких-то там вы амаром кушаете да не вопрос выложить эту фотку но выложите чтобы там были вы или ваш там супруг или ваш ребенок если это для вашей аудитории подходит почему я говорю для аудитории да потому что если вас бизнес тематика вы туда выкладываете свою жену и ребенка то это как бы не совсем хорошо это можно сделать но там раз там 5-10 постом не чаще вот поэтому качественные фотографии чтобы сделать качественные фотографии сейчас большинство смартфонов смартфонов это позволяют делать современный смартфон делает очень качественные фотографии при том что вы имеете какие-то базовые понятия но принципе фотографии это свет это ну композиция да тоже почитайте в интернете есть очень много статей как это делать правило третей то есть где размещать вашу там главную часть тела и так далее поэтому фотографии делайте практикуйте делайте фотографии если вы на каком-то ивенте или в каком-то классном месте заранее фоткайте много фоток и не выкладывать их сразу все выложили одну фотографию там допустим поехали какой-то яхт-клуб да у нас на победе классное место вы там пофоткали в разных ракурсах может с кем-то сами портретное фото издалека полный рост и так далее но одну фотку выложили вы там где-то в клубе гуляете супер на следующий день вы выложите какую-то другую фото да вы потом через какое-то время через месяц вернетесь к этой фотографии выложите уже будет осень сентябрь но вы выкладываете фотографию солнцем зеленая трава не про красиво и вы какой-то пост умный пишите это будет всегда здорово поэтому фотографии делайте помечайте их у себя в телефоне или можете их telegram скидывать это очень удобно в телеграме вы можете написать сами себе не скидывать фотографии умные посты инстаграме есть такая фишка сохранить пост вы можете сохранять интересные посты которые вы видите у ваших людей конкурентов ваших людей на которых вы подписаны и брать эти идеи но не копируйте дословно потому что любая соцсеть очень сильно уменьшает охват если вы копируем копируете текст ну то же самое фотографии поэтому если вам идея текста понравилась перепишите его своими словами переделать его под себя и тогда только выкладываете это касается инстаграма и ютюба и принципе и фейсбук в том числе очень важно делать призыв к действию призыв действию ну например что я имею ввиду то есть ваши не ждите что ваши люди будут сами к вами обращаться и писать да расскажи мне пожалуйста про твой бизнес что что это такое да будут такие на такие будут мало вот с ними нужно как с детьми вот есть такое понятие вот как болвана устойчивый да настолько все должно быть вот как для болвана то есть вот как ребенку вы должны объяснять например про тот же сироп сан витал раз мы начали о нем говорить вы написали какой-то текст например почему я там не хожу в аптеку за детскими препаратами мы написали свою историю раньше обычно как начинается история до первые несколько строчек самые важные потому что если вас пост с фотографией то вот заголовок и первые буквально полторы строчки будет видеть ваш человек пока не нажмет далее да и у него откроется весь текст и это очень важно для фейсбука да и для инстаграма сейчас нажимать далее это значит ему интересно и такому человеку будет показываться постоянно ваши посты допустим вы написали как я сказал почему я не хожу в аптеку дать за детским сиропом потом вы пишете проблему например раньше мой ребенок болел несколько раз в году я там про мы пропускали садик и так далее мы употребляли продукты там с аптеки но потом у нас были расстройства у нас падал иммунитет и мы поняли что все таки узнал больше что эта проблема сейчас мы для себя открыли очень классный продукт абсолютно натуральный можете написать о нем да на основе того то того то того то суперский продукт и призыв к действию какой вы можете например написать если вам понравился понравилась статья поставьте лайк это как минимум лучше конечно если вы скажете если вам также у вас такие же проблемы у вас тоже маленький ребенок я могу помогу вам купить этот сироп с хорошей скидкой обращайтесь и вы пишете пишите мне в личку или пишите мне в вайбер номер телефона такой-то да если вы пишете пост по бизнесу да у нас допустим через неделю там мероприятие в днепре мероприятие куда приедет там очень известный предприниматель там который за два года за год построил огромную карьеру и мне повезло что в его команде мероприятие будет проводить для своих людей я могу сделать вход со скидкой всего лишь за 100 гривен до интригу создавать и не отдавать и все вот тогда есть такое понятие в кошачьем маркетинг да и собачий маркетинг собачий маркетинг это вот когда собака на томлащится она ко всем подбегают сама кошачий кошка себя ведет по-другому да если вы как бы немножко приоткрыли двери она туда пытается зайти она как-то вот сама интересуется поэтому делайте интригу не открывайте все карты сразу может вам сейчас кажется это что-то такое в общем я говорю да ну я думаю что суть как бы идеи вы понимаете я к чему и к тому что если вы скажете я всех приглашаю приходите это хуже с работой чем вы скажете у меня есть уникальная возможность я могу всего лишь два человека провести на это событие потому что я знаю организатора или допустим вы знаете мои друзья к сожалению не могут попасть на это событие и они отдают свой билет всего лишь за 100 гривен хотя купили его там значительно дороже может быть этот билет всегда стоил 100 гривен неважно важно чтобы транслируете вы поняли да идею вы даете призыв к действию если ты хочешь посетить это событие и воспользоваться такой возможностью напиши мне в личку и мы договоримся как я смогу тебя на это событие провести то же самое можно написать по поводу вебинара то же самое можно написать по поводу там какого-то продукта что я могу сделать специальную цену я могу свести там напрямую чтобы у производителя это покупал и так далее вот но я думаю тут как бы суть суть ясна так я немножко отвлекся да на пост проводим презентацию если вернуться дай показать вам слайды которые вам показал основные этапы первое создаем трафик трое выделяем интерес то есть мы пишем людям мы пишем специальный пост да где мы задаем вопросы да вот постах люди пишут старайтесь чтобы люди комментировали это всегда продвигает и показывает другим людям соцсети начинает ваш пост продвигать поэтому комментарии тоже призыв действий да вы можете написать а что вы думаете по этому поводу или напишите в комментариях как у вас обстоят дела с этим вы можете просто фейсбуке знаете очень классно набирают какие-то банальные посты да просто текст на цветном пони фейсбук сейчас позволяет это делать ну например посоветуйте хорошего риэлтора и там куча постов куча комментариев или вы можете спросить ребята какую воду вы пьете да или каким такси вы пользуетесь и там куча вас комментариев да это тоже работает это ваш охват увеличивать и большему количеству людей показываются ваши посты и так мы пришли к презентации бизнеса и продукта до вас уже есть поток людей вы четко сформулировали свою целевую аудиторию и вы можете людям написать коммуникат какой-то составляете если вы сразу же человеку начнете кидать какие-то ссылки это считается спамом это практически не работает поэтому желательно если вы человеку напишите и сделайте какой-то комплимент ну например пишу вам потому что у вас на стене я увидел несколько там постов о бизнесе вы наверное занимаетесь бизнесом да или или вы можете спросить вы скорее всего как-то связаны с бизнесом человек отвечает да я с бизнесом связан вы можете написать вот таких людей я сейчас ищу дело том что мы с партнерами сейчас заводим очень интересный проект и мы ищем людей как раз вашем регионе скажите вы открыты каким-то делаем предложение то есть такая я не призываю вас использовать шаблоны какие-то да но вы должны сами для себя какой-то стиль стиль определить поэтому пишите примерно следующее если человек говорит да почему бы нет дайте больше информации или там о чем речь вы просто пишите напишите пожалуйста свой номер телефона я вас наберу и подробнее все расскажу очень многие люди не готовы скидывать номер телефона вы должны быть комфортными то есть да я раньше был упертым человек не дает номер телефона все до свидания сейчас я понимаю что все больше больше людей не готовы все-таки общаться голосом они боятся комплексуют у них нет времени и в таком случае очень классно помогают голосовые сообщения ненавижу инстаграм за то что у него нет голосовых сообщений я обожаю обожаю фейсбук обожаю вайбер и особенно telegram потому что там можно писать огромные голосовые сообщения и вот эти видео ролики в кружочке очень классно работает минимум времени занимает за рулем с ребенком чем вы были не не заняты используйте да и все таки голос немного лучше чем текст потому что он определенное какое-то доверие складывается да то есть вы человека слышите вернее он вас слышит если он у вас еще видит вы можете передать какую-то свою эмоцию это намного лучше поэтому используйте это я очень часто раньше делать такие ошибки я человеку писал сразу же допустим своему знакомому старому да я ему пишу привет вася я сейчас занимаюсь бизнесом не нужны толковые люди пишу тебе потому что ты был красавчиком и человек открыл но не ответил я думаю у многих такое было я понял что нужно нужно не просто писать сразу же да нужно услышать у него обратную связь и только потом какое-то предложение написать поэтому вы можете просто написать привет есть минутка да или там привет давно не виделись и тут да или ты на связи и там удобно поговорить ну то есть или есть там возможность включиться до сюда короче суть в чем суть в том что вы услышали обратную связь только потом вы что-то пишете да вы пишете например первое комплимент и почему вы именно этому человеку пишите да то есть например слушай пишу тебе потому что в школе ты был старостой всегда был самым коммуникабельным и мне кажется что тот бизнес которым я занимаюсь сейчас ну скажем так это для тебя ты тут такие люди как ты здесь преуспевают или там например и незнакомому человеку да вы можете написать у вас такая классная страничка у вас там я вижу семья дети скажите пожалуйста вы наверное каким-то интересным бизнесом занимаетесь да или допустим по развитию я вижу вас тут много интересных постов классных да вы наверное много книг читаете может посоветуете что-то или ну короче какую-то тему для разговора вы можете всегда всегда найти да и затем вы пишете человеку да есть предложение давайте созвонимся давайте голосом пообщаемся в идеале конечно вывести человека в skype на личную встречу не всегда это получается сделать но это в идеале если это сетевики как правило неохотно идут нам встречу да там есть тоже свои нюансы но как бы они идут нам встречу если не сетевики не нужно людей там пугать и так далее то есть нужно быть нормальным не нужно там шифровать очень часто сетевики шифруют они там такой партизанский маркетинг никому ничего не расскажу чем занимаюсь не скажу и так далее не нужно нужно быть обычным открытым человек итак первое предлагаем познакомиться пообщаться по телефону или голосом сейчас везде можно голосом поговорить любом месседжере да если человек соглашается мы с ним созвонились и говорите мы можем вам с вами с видео пообщаться в таком случае переключайтесь на видео в том же фейсбуке это есть даже инстаграме сейчас есть видео можете поговорить вайбере это есть ну то есть ватсапе допустим с россиянами в основном они все ватсапе сидят то есть или же переключиться в skype или вот такой зум если вы допустим хотите в проем пообщаться подключить своего наставника вот так поехали дальше получаем обратную связь то есть если вы человеком пообщались обычно вы не рассказываете о компании это ну не очень хороший вариант вы человека собеседуете то есть вы с человеком начинаете общаться плохо себя человек чувствует если вы просто ему говорите там да просто тупо задаете вопросы да то есть вы должны что-то свое рассказать задать вопрос нужно быть нормальный разговор то есть если вы скажете слушая сейчас я буду задавать вопросы пожалуйста ответь и будете его так собеседовать человеку это не понравится если вы скажете предлагаю познакомиться я расскажу пару слов о себе расскажите о себе потом я вам расскажу суть моего предложения, суть моего бизнеса. Если оно вам подойдет, можем вместе посотрудничать, буду рад. Не подойдет, ничего страшного, будем дружить. Окей? Окей. И тогда я, допустим, говорю, если я человеком каким-то общаюсь, который близок к моей целевой аудиторию, я, допустим, могу сказать, ты знаешь, я много лет работал барменом, на какой-то этапе, на каком-то этапе своей жизни я задумался о том, чтобы все-таки создать еще один источник дохода, пассивный источник дохода, и для себя открыл там индустрию сетевого маркета. Поработал какое-то время, получил какой-то результат, понял, что все-таки есть какие-то другие возможности, намного интереснее, открыл для себя софт-маркетинг, какую-то интригу создаете. И вот сейчас мы работаем с софт-маркетингом, я тебе расскажу, но перед этим хочу пару вопросов тебе задать, чтобы понимать, какую-нибудь информацию дать. Скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в деловом плане? Первый вопрос. Человек говорит, допустим, работаю где-то или бизнесом занимаюсь. Многие вот, кто занимался сетевым, они здесь говорят. Второй вопрос. Задумался, ли ты о том, чтобы создать свой бизнес? Да, или там, есть ли опыт в работе на себя? У многих людей слово бизнес пугает. Если человек никогда не занимался, я как-то формулирую по-другому. Я говорю, у тебя есть опыт работы на себя? Вот тут многие говорят, ой, когда-то Avon там торговала, да? Или там, когда-то Amway продавала. То есть мы уже понимаем какое-то отношение человека. Окей, третий вопрос, допустим, я уточняю. Если ты там был бизнес, как результаты? Почему ушел с бизнеса? Или там, сейчас остался, почему что-то ищешь для себя? То есть это может быть уже следующий вопрос. Что тебя побудило, чтобы ты начал искать какие-то другие возможности? Это очень важный вопрос. Что вы ищете? То есть вы должны себя слышать, может быть, даже записывать, потому что это боль человека. И здесь люди могут сказать, просто нужны деньги. И ваша задача сказать, а можно поподробнее? Зачем деньги? На что? И классно работает, если вы что-то свое скажете. Ты знаешь, вот я до какого-то этапа, в принципе, мне хватало. Потом появилась семья, жена, ребенок. Запросы начали расти. Появилась одна машина, вторая влез в ипотеку, понял, что нужен еще один источник. А как у тебя? То есть вы не просто человека собеседуете, вы что-то свое сказали, но вопрос все-таки же задали. Вы тут слышите боль человека и потом говорите ему следующее. Давай так. Я сейчас тебе скину несколько ссылок, не больше трех, лучше вообще одну. Я тебе сейчас скину ссылку, допустим, на материалы. Это PDF-файл «Узнай о нас». И скинут тебе ссылку на короткий видеоролик. Это ролик моего коллеги, который записал там 7 факторов. Это я свой ролик скидываю. Это мой ролик. Я записал 7 факторов, почему я выбрал именно софт-маркетинг, доу-лай. Для того, чтобы это посмотреть, нужно минут 15-20. У тебя есть возможность сейчас это сделать. Ну и человек скажет «Да». Или можете сказать «Когда ты сможешь посмотреть?» Если это поздно вечером, он скажет «Допустим, завтра». Ты скажешь «Окей, завтра я тебя наберу». Если прямо сейчас, окей, через 15 минут я тебя наберу. После этого вы звоните и говорите «Первое, удалось ли посмотреть?» Ну, может, ему что-то помешало, да? Если не удалось, окей, когда получится посмотреть? Вечером? Все, вечером созвонимся. Если вы несколько раз вот так пробуете, человеку не удалось, все, я его оставляю, да? Потому что я даже человеку обычно в таком случае говорю «Слушай, я чувствую себя уже немножко навязчивым, я понимаю, что тебе, скорее всего, как бы сейчас это не очень актуально. Давай вернемся к этому разговору, допустим, через месяц. Как ты на это смотришь?» И многие говорят «Окей, да, давай через месяц». Или же, если человек говорит «Да», вы задаете второй вопрос «Хочешь узнать больше?» На «ты» или на «вы» вы общаетесь, это уже как бы ваше дело, но если вы общаетесь на «вы», всегда есть повод перейти на «ты». Это как бы сближает. Поэтому тут вы можете сказать «Можно на «ты», да? Давай на «ты», мы с тобой примерно ровесники. Хочу знать больше». Если человек говорит «Да», вот тогда вы можете продать ему первое, или же встречу с вашим наставником в Zoom или в Skype. Второе, вы можете ему продать вебинар. Третье, вы можете ему продать какое-то событие в вашем городе, если оно проходит, да? Что вы можете еще продать? Ну, как минимум, встречу, если вы по телефону говорите, как минимум, встречу в Skype. Но лучше, когда там есть третье лицо, это лучше работает. Пользуйтесь этим, это закрывает, закрывает реально классно людей, и они готовы стартовать. Разговор перед стартом. То есть, если вы с человеком пообщались, ну, давайте еще раз подведу такой промежуточный итог. Первое, вы привлекли человека на свою страничку, его что-то заинтересовало, да? Может быть, вы ему написали, может быть, он сам вам написал, да? Может, в комментариях. Ну, как правило, вы ему пишете, да? И, в принципе, он адекватный, он понял, что вы адекватный человек, у вас есть какие-то общие интересы. Вот это может длиться очень долго. Очень часто мы с людьми полгода лайкаем друг друга, пишем комментарии, только потом я могу ему написать. Да, и самое главное, что этот человек точно так же, как и я, ждет, когда я ему напишу, а я жду, пока он напишет. Ну, всегда кто-то должен сделать первый шаг. Бывает такое, что я с человеком начинаю общаться, понимаю, что разговор идет, я оставляю его. Оставляю его на потом. Потом я к нему вернусь. Поэтому тут как бы, тут как и коммуникация. Знаете, вот это вот как, вообще, рекрутинг это как заигрывание, да, с девушкой. Если вы придете в ночной клуб, вот мужчины сейчас это особенно поймут, хотя женщины тоже. И сразу же, ну, как бы, девушке, которая вам понравилась, сразу же скажете, слушай, поехали ко мне домой, да, я хочу секса. Ну, как бы, адекватная девочка, понятно, что вас пошлет. А если она согласится, то, скорее всего, если вы адекватный, вы скажете, слушай, но как-то мне неинтересно, я не хочу с такой иметь какие-то отношения, да. Поэтому это вот то же самое рекрутирование, да. Это своего рода как заигрывание, и вы не должны в лоб человека рекрутировать. Вы должны как бы с ним немножко поиграть, немножко, ну, скажем так, наладить отношения. Вот. Поэтому вот почему я говорю, что все-таки, когда вы делаете звонки и когда вы работаете со списком контактов, это намного быстрее происходит, да, потому что вы с человеком созвонились, встретились, и за этот час, пока вы общаетесь, вы полностью все этапы прошли. Вы спросили, как дела, не виделись давно, допустим, да, вы ему показали суть бизнеса, вы сразу же задали вопрос, интересно, неинтересно, да, если интересно, когда готов стартовать, да, вы сразу же ему можете продать билет на ближайшее мероприятие, сразу же можете его, в принципе, подписать и оформить первый заказ. И сразу же, на первой же встрече вы можете даже сделать первые звонки и пригласить уже его людей на следующую встречу. Это делать вообще в идеале, да, быстро. Но, как бы, мы сегодня говорим о соцсетях. Итак, поехали дальше. Разговор перед стартом, как вы уже поняли, да, очень классно работает, когда у вас есть третье лицо, то есть ваш наставник. То есть, если вы с человеком пообщались, поговорили с ним по телефону или где-то там голосом в соцсетях, да, выявили интерес, вы поняли, что ему интересно, скинули ему информацию какую-то, он ее изучил, вы с ним созвонились повторно, и вы поняли, что ему интересно. Да, вы можете сами попробовать закрыть, но еще лучше вы продаете, как бы, разговор с вашим наставником. Очень часто мы упускаем эту возможность, у нас, на самом деле, наши операторы, они позволяют присоединить третьего человека, и я не знаю, почему мы этим не пользуемся, да, но мы можем сразу же человеку сказать, слушай, вижу, у тебя есть интерес, вы делаете промоушен своему наставнику. Промоушен, то есть, вы, как бы, продаете своего наставника. И сейчас я прям разговор попробую подключить, если он не занят, человека, который в этом деле просто мастер. Я у него многому учусь, он помог уже большому количеству людей, скоро он сядет уже за руль новенького рейнджика, и я хочу, чтобы он мне тоже в этом деле помог. Буквально сейчас, по секундочку, повиси на трубке, и вы подключаете своего наставника. И в двух словах вы ему говорите, привет, Сергей, я сейчас тут общаюсь с Иваном, с Иваном мы, как бы, только познакомились в соцсетях, но он очень классный парень, у него есть интерес к нашему бизнесу, и я ему рассказал про тебя, ты мог бы дать первые какие-то наставления, да, или ты мог бы посоветовать, чего лучше начать. Ну и, как бы, ваш спонсор сделает правильную коммуникацию, он сможет закрыть эту сделку, да, прийти ближе, скажем так, к старту, сделать промоушен вам, чтобы человек вас слышал больше и так далее. Вот, задаем вопросы. Разговор перед стартом – это тоже вопросы, и, в принципе, по большому счету это те же вопросы, которые вы задавали перед тем, как скинуть человеку информацию. Первое, что тебя привлекло в нашем предложении? То есть это обычно задают уже в спонсор. спонсор. Если вы привлекли спонсора, спонсор задает этот вопрос. То есть если вы спонсор, вы задаете этот вопрос. Что тебя привлекло в нашем предложении? Вот тут основная идея, чтобы ваш кандидат начал хвалить наш бизнес. Не вы хвалите, а он хвалит. Например, он скажет, да, в принципе, денег хочу заработать, а можешь поподробнее? Что конкретно тебя привлекло? Ты посмотрел маркетинг-план? Или какие деньги тебе интересны, да? А сколько тебе нужно денег, чтобы ты чувствовал себя хорошо, да? Или какую сумму дохода ты хочешь зарабатывать через месяц или через год в этом бизнесе, да? А зарабатывал ли ты такие деньги вообще когда-либо? Ну тут вы как бы не, вы ему не опускаете, понятно, если человек хочет, супер, да? Вы просто показываете, что здесь как бы за этим стоит серьезная работа. Поэтому если ты хочешь какие-то реальные цифры, то нужно понимать, что за этим стоит серьезная работа. Если человек, ну, закрыт, да, не готов общаться, ваша задача, ну, постараться его немножко открыть, может быть, какую-то историю рассказать, да, может быть, взбодрить его, да, сказать, слушай, допустим, я уверен, что у тебя получится, сдать, ну, поднять его уровень как бы энтузиазма, да, сказать, я вижу, что ты, у тебя есть какие-то определенные амбиции. Очень классно работает, когда вы подводите итог. Насколько я понял, вот тут очень, кстати, итог тоже здорово подводить уже после последнего вопроса. Если люди задают вопросы, да, тоже классно работает, когда вы, ну, вы говорите, я отвечу на все твои вопросы, можно я вот получу ответ, и, может быть, уже ты тоже получишь ответ. Когда готов стартовать? Не бойтесь задавать этот вопрос. Вот когда ты готов стартовать? Если человек говорит через месяц, вы говорите, окей, я понял, давай через месяц вернемся к этому разговору. Все, раз знакомство, через месяц, то есть вы закрываете разговор. Если человек говорит, ну, в течение недели там, или плюс-минус там, Завтра вы продолжаете разговор. Какой старт тебе больше подойдет? Бизнес-старт или клиентский старт? В двух словах говорите. Бизнес-старт, допустим, это 5000 гривен. Сюда войдет какой-то пакет продукции. Ты сможешь сделать первые шаги, первый месяц сможешь теоретически заработать 1000 долларов, потому что наш маркетинг-план это позволяет. Ты подключаешь троих людей, помогаешь им делать то же самое. У нас классный действительно маркетинг. Тут для новичков очень супер. Если человек не готов стартовать, вы можете подвести итог. Сказать, слушай, насколько я понял, ты хочешь зарабатывать 100 тысяч гривен через год. У тебя есть опыт в бизнесе, но он не получился. Ты сейчас работаешь на наемной работе. 100 тысяч гривен тебе нужны для того, чтобы купить машину своей жене, потому что она ездит на маршрутке. Но на данном этапе у тебя нету 3000 гривен для старта. Я тебя правильно понял? Вот тут иногда люди, да, вы можете не бояться, вы можете даже сказать, слушай, или ты вводишь меня за нос, или же ты не совсем понял идею нашего бизнеса. Давай договоримся так. У тебя 100 гривен найдется? Найдется. Ты сможешь прийти на события вот такого-то числа? Да. Ты сможешь скинуть на карточку 100 гривен вот этому Васе, кто вас соединил, да, вашему партнеру? Окей, скидывай на карточку, он тебе пришлет билет или отдаст тебе билет на месте. И я не знаю, увидел ты для себя перспективу или нет, но на мероприятии ты для себя увидишь, что такое наш бизнес, чем он может быть полезен для тебя, какие возможности, какие люди это строят, и будешь ты, не будешь строить этот бизнес, твое дело. Но то, что ты о нем узнаешь, это факт. И вот здесь очень классно работает, когда вы забираете возможность, вы рисуете картинку. Все мы мыслим картинками, поэтому рисуем картинку. Я не знаю, будешь или не будешь ты в этом бизнесе, но я знаю, что пройдет 5 лет, 5-7 лет, и продукты Dual Life ты будешь видеть у многих людей в холодильниках, многие тебе могут, кто-то тебе подарит бутылку хлорофилла, ты будешь видеть людей на улицах с бутылками, с пакетами, ты будешь видеть людей на рейндж-роверах с логотипами Dual Life, да, на перекрестках. И я уверен, что это будет происходить, да, потому что это уже происходит сейчас в Польше и уже начинает происходить в Европе, да, и наша компания растет на 300% каждый год. Будет это частью твоего бизнеса или будет упущенная возможность только тебе решать? Но я знаю одно, что если ты пойдешь на это событие, то ты для себя сможешь узнать больше и потом не будешь жалеть о принятом решении. Поэтому вот тебе билет, погнали, да. Или если по телефону или в Zoom общаетесь, в Skype. Поэтому вот Иван, который тебе может организовать этот билет, скидывая ему деньги на карту, так как, ну, скорее всего, это они знакомы. Если не знакомы, вы просто можете сразу же продать человеку билет. События классно работают. Встреча с наставником тоже хорошо работает. Вебинар. Вебинар тоже неплохо работает. Да, это не так сильно, конечно, но вебинар тоже работает. Это, знаете, своего рода воронка. Людям нужно несколько касаний, чтобы они вникли, чтобы они поняли, скажем так, суть и включились в этот бизнес. Поэтому, друзья, используйте этот инструмент. Если человек готов стартовать, окей, регистрируем, оформляем первый заказ, подключаем его в наши чаты, делаем стартовый тренинг и начинаем работать. В принципе, я вам все рассказал, как бы основную идею, да, если подытожить, да, это только один из вариантов, как можно работать в соцсетях. Только один. Основные принципы, да, но я хочу, чтобы вы понимали, что в соцсетях классно искать людей, классно расширять список, классно продавать продукты можно в соцсетях, но в соцсетях очень тяжело наладить отношения, и а наш бизнес все-таки бизнес отношений, поэтому живые события, это очень важно. Если вы людей не будете вывозить на живые события, ну, вы будете постоянно искать новых, бизнес у вас не будет стабильным, он будет разваливаться, и это, как правило, работает всегда. Поэтому, да, продукт закрепляет, да, деньги, заработки закрепляют, но все-таки отношения какие-то на живых событиях, когда человек вольется в команду, это намного сильнее закрепляет. И посмотрите на Amway, посмотрите на Reflame, на те компании, которые строились еще давно, классическими методами, людей там не зарабатывают деньги, но они там не вышибешь оттуда молотком, да, потому что у них есть уже что-то более ценное, чем деньги, да, они там уже, ну, они как семья. Поэтому, друзья, давайте делать на таких ценностях наш бизнес, приглашать людей не только на деньги, на заработок, да, а на развитие, на здоровье и так далее. Вот вы видите инструменты, которые у нас есть. Бизнес-клубы здоровья, еще раз повторюсь, в Днепре каждую среду вечером полседьмого у нас проходит. В Киеве каждое воскресенье есть встреча, которую проводит Еремчук, команда Еремчука, да, встреча бизнес-клуба, туда желательно приглашать уже партнеров, не новичков, потому что там информация как бы дается уже более глубокая. Вот. Онлайн. Каждый вторник у нас презентация, каждый понедельник мы общаемся в Zoom. Кстати, в следующий понедельник мы будем обсуждать как раз тему рекрутинга и как коммуницировать с людьми. Очень рекомендую, заходите. Конференции «Живи осознанно» 9 сентября у нас в Днепре будет проходить конференция, мы ее не можем назвать «Живи осознанно», потому что это не от компании, но от компании они проходят регулярно. Первая в Украине была в конце апреля, 28 апреля, если не ошибаюсь. Следующая, я думаю, компания скоро организует. BDS – это такие бизнес-девелопмент-семинары, они ближайшие будут в Киеве 13 октября, и туда нужно людей просто вывозить. А LDS – это трехдневные семинары по развитию личности, и эти семинары проводятся три раза в году, и на эти семинары мы собираемся, едем в Польшу, и это событие, которое, ну, тяжело с чем-то другим сравнить. Поэтому туда можно пригласить, сжать людей, первые два дня вообще идет не речь, не о Dual Life, а о развитии личности, да. Очень много людей ездили там, и психологи ездили, и бизнесмены, разные люди, никто еще не сказал, друзья, я зря потратил время и деньги. Поэтому это событие, которое очень здорово работает. Вот, ну, в принципе, моментум, да, то есть волна, которая сейчас идет, да, в Dual Life, мы только стартовали, уже стабильная позиция, уже почти пять лет Dual Life работает в Польше и в Европе, да, и тысячу процентов роста за последние три года, больше, чем 300 процентов рост каждый год, новые продукты, детский сироп мы ждем, уже вот-вот скоро он должен появиться, у нас появился недавно масло, да, масло Омега-369 Liquid Gold, у нас до конца года 11 стран, ну, компания от себя наметила, да, как бы открыть, вот, классная автомобильная программа, автомобильный бонус, и вы знаете, уникально, вот, если вы общаетесь с сетевиками, у нас в маркетинг плане есть просто уникальные вещи, ну, то есть, ну, я сейчас не смогу вам все рассказать, но если в общем взять, у нас выплаты в сеть очень серьезные, да, до 15 процентов, если вы посчитаете автобонус, посчитаете 2 процента от глобального оборота и так далее, то это выходит до 15 процентов, ни в одной компании такого нет, я имею в виду нормальной продуктовой компании, долгосрочной, вот, поэтому, друзья, давайте использовать все каналы продвижения, если вы работаете офлайн, супер, уделите немножко времени, настройте свои соцсети, хотя бы фейсбук, инстаграм, если вы, ну, вам, допустим, за 35, может, вам инстаграм не нужен, да, возьмите только фейсбук, плюс ютуб, да, принципы везде одинаковые, хотя бы настройте свои соцсети, и важно, да, не сказал, говорил, что скажу, по поводу репостов, друзья, не делайте репосты, если я захожу на страничку и вижу репост, что человек сделал репосты, это говорит о нескольких вещах, первое, человек сам, ну, скажем так, ничего не делает, да, он пользуется чем-то другим, никаких идей, то есть лидер мнения, тот, кто выдает свое мнение, есть очень хорошее сравнение, если вы смотрите телевизор, кого-то в телевизоре, да, это значит, что вы тратите деньги, если на вас смотрят в телевизоре, то есть вы в телевизоре, значит, что вы зарабатываете деньги на этом, то же самое в соцсетях, если вы транслируете какую-то информацию и вас репостят, вот тогда значит вы в правильном направлении двигаетесь, живой пример, увидел я, помните, буквально месяц-полтора вышло такое вирусное видео, когда в Facebook кто-то один слышит одно, а кто-то другой слышит другое, какой-то голос, да, я скачал это видео с Facebook, а есть сервисы, которые выложил от себя, как будто это мое видео, буквально за два дня 17 тысяч просмотров, друзья, полно комментариев, полно репостов, я это выложил от себя, если бы я сделал репост, я бы отправил людей тому человеку, кто выложил этот пост, я не говорю, что вам нужно воровать контент, да, если вы это делаете, ну, лучше, выложите лучше от себя, а еще лучше напишите там что-то, если вы делаете репост на какого-то, ну, авторитетного человека, да, или авторитетную группу, пишите свои мысли по этому поводу, например, не просто репост, а свои мысли, я думаю, что здесь очень актуально, проблема затронута, рекомендую ознакомиться, да, можно делать репосты изредка, но в основном информация должна идти от вас, вот, друзья, у меня все, я заканчиваю со слайдами, извините, что я что-то как-то долго затянул, я что-то думал, что быстрее это все будет, вопросы, задавайте вопросы, если они есть, я понимаю, что сейчас у многих каша в голове, особенно у тех людей, которые, как бы, ну, скажем так, вот с этим, с сетями не дружат, но основные принципы, я думаю, вы поняли, да, качественная информация, качественные фотографии, очень классно, вы можете раз в полгода взять себе фотосессию за 300 гривен, можете с кем-то скооперироваться, да, наделать фото в разных костюмах, там, три образа, и выкладывать, да, супер работает, поняла, делаю ошибки, супер, микрофон не работает, а, то есть не можешь говорить, окей, друзья, на самом деле, по каждой теме, по каждой соцсети можно отдельно разговаривать, по ютюбу, очень много информации, да, по инстаграм, по фейсбук, отдельно по рекламе платной и так далее, это все можно делать, ну, как бы, моя идея, чтобы в наши, чтобы соцсети, сейчас до лайф очень мало насыщен, вот украинский до лайф, интернет пустой, реально пустой, это будет недолго, канал ютюб, ну, реально там в ютюбе почти никого нет, поэтому я бы хотел, чтобы это были наши партнеры, да, чтобы наши партнеры снимали эти ролики, вы не поверите, я, в России мероприятия не проходят, вебинары, да, живых мероприятий пока нет, нет лидеров, мне как лидера это говорит о чем, о том, что пустой рынок и классно нужно работать, люди, которые не лидеры, да, они думают, ой, это же все, бизнес не построит, нет мероприятий, это всегда шанс, да, супер, мне очень нравятся ваши ход мысли, так, вопросов, короче, нет, я понял, да, окей, друзья, давайте сделаем так, чтобы у нас были качественные страницы, чтобы у нас было много людей, подписчиков, чтобы был большой трафик, чтобы в ютюбе было много наших роликов, и по продукту, и с отзывами, и по бизнесу, и по маркетинг плану, не стесняйтесь, делайте ошибки, это нормально, но главное делать, создайте свои, если у вас сейчас нет каналов, создайте, выложите хотя бы туда по одному-два ролика, и пусть они будут, это важно для ютюба, чтобы, ну, старел, то же самое инстаграм, чем старше аккаунт, тем лучше его будет продвигать, вот, друзья, у меня все, я надеюсь, что информация была полезна, кому было полезно, ставьте плюсик, если знаете, куда, вопрос, не вопрос, скажи, пожалуйста, можно тебя попросить, допустим, вот ты как увидел в фейсбуке, что я делаю что-то не так, так ты мне сразу по рукам позвонил и сказал, так делать нельзя, мы знаешь, как можем сделать, мы можем вот так собраться в зуме, ну, партнерами, да, как мы это делаем в понедельник, и зайти, допустим, в твой аккаунт, вот сегодня, в следующий понедельник, можем зайти в твой аккаунт и разобрать его, чтобы было там не только мое мнение, я не эксперт, да, а чтобы там было мнение других людей, как это работает со стороны, люди посмотрят и скажут, и я думаю, это будет полезно всем, согласны? Да, я вот так и хочу, чтобы действительно это было полезно, потому что информацию, то, что ты сегодня дала на супер, вроде понимаешь умом, да, и слышу, и понимаешь, а как на практике делать, это вообще... Это большая работа, я вам скажу, и если вы хотите постоянно писать, ну, это очень большая работа, да, это занимает порой много времени, если вы будете выходить в эфир и так далее, но с другой стороны, если систематизировать, пусть один пост в неделю, но регулярно, вот тут регулярность, это, одно из самых важных, один ролик в неделю, да, на YouTube, это уже даст классный результат, это можно делать, для себя просто нужно планировать, один ролик в неделю, один пост в неделю в Facebook, допустим, да, плюс один эфир, такую-то тему, для своей целевой аудитории, все, супер, если вы, если вы, допустим, эксперт в похудении, там, да, пишите сюда, ну, для своей целевой аудитории, если вы классно разбираетесь в продуктах, вы можете транслировать это продуктах, если вы предлагаете бизнес, у вас есть опыт в сетевом, для сетевиков, можете так делать, ну, и так далее, вот, да, с календарем очень классная штука, вы видите, также очень хочу сказать, что касается Инстаграма, друзья, открывайте свой Инстаграм и смотрите последние 9, 9-12 фоток, да, чтобы вы видели в общем, как это выглядит, не просто последнюю фотографию, потому что бывает, что вы какую-то фотку выкладываете, а на самом деле она не сочетается с теми фотками, которые были до этого, поэтому, ну, короче, смотрите на эту картинку так, как заходит человек и смотрит, вот, по Инстаграму, если что, мы отдельно еще пообщаемся, там тоже свои нюансы, вот, ну, как бы, я думаю, все, все, друзья, уже полодиннадцатого, полтора часа все-таки получилось, всем хорошего вечера, всех был рад видеть, кого не видел, слышать, кого не слышал, в чате видеть ваши плюсики, я надеюсь, было полезно, я, конечно, записал видео, не знаю, наверное, не стоит его выкладывать, потому что как-то сумбурно было, все-таки это не вебинар, ну, это нужно делать вывод, что все-таки надо приходить и общаться, все, всем пока, люблю, целую, увидимся на событиях, на вебинарах, ну, и лично тоже. Субтитры создавал DimaTorzok,